Начну сегодня, пожалуй, с необычной темы. Опять-таки, у меня столько тем, что уже не понятно, какие из них основные, а какие побочные. В общем, заметьте и наслаждайтесь моей болтовней. Может кто-то заинтересуется той историей, что я сегодня расскажу. Если вы подписаны на мой телеграм или же вк, могли уже видеть тот арт, что показано в спидпенде. Я очень хотела рассказать, что это за персонаж такой, но сегодня поведаю начало истории, а то без контекста вообще непонятно, что, кто, откуда и куда. Многие в детстве были истории завязаны на их знакомствах, друзьях, конфликтах, травмах, в общем, подобная тема. Но я хочу рассказать о моем знакомстве с занимательным произведением под названием «Честь Пурпурной Судьбы». Да, мои рекомендации аудиокниг тогда выдали мне просто поистине трешовый контент. Ну, мне понравилась обложка, мне понравилось название, и я начала слушать. И, послушав буквально минут 10-20, я поняла, что это не начало истории. Но я забила и продолжала слушать, не понимая, что вообще происходит. Мне прям въелась в память самая первая сцена в этой книге. ГГ по имени Маньхау. Да, я спустя 3 года до сих пор помню его имя. В общем, он сидит в пещере и борется с запредельной лилией, это яд, за право обладать его же телом. Там достаточно красочно описывается его страдания, то, как они борются, то, как он кашляет кровью, сгибается от боли. В общем, книжка детская просто прекрасна. Но любые препятствия на пути этого человека разбиваются о его решимость, удачу и непоколебимую волю. Так что он смог ее запечатать. С горем пополам, он смог запечатать эту линию, не до конца убрав яд. И чтобы полностью его изничтожить, ему пришлось внедриться во враждебную секту. Так, на этом я, пожалуй, остановлюсь. Это меня понесет. Надеюсь, общую картину вы поняли. Жестокая книга с глубоким сюжетом. Ну и персонажем Сью. Мы не ждали, а он тут. Да, ну тогда получается, это Мартис Ю. Ладно, это мелочи. Также я считала, что ГГ это просто какой-то отпетый злодей. Когда его другие герои там говорили, о нем просто складывалось ощущение, что он просто вселенское зло. Но, когда я посмотрела на все происходящее в целом, мне очень встала. Жаль этого паренька. Ну ладно, я что-то затянула. Патриарх-покровитель. Так называется первая книга, о которой сегодня должна пойти речь. Если понравится, то перескажу и последующие книги. Предупреждение. Я слушала книгу всего один раз. Тут будут неточности. Тут будет очень сильное сокращение. Недостоверная информация в плане... Я могу перепутать их просто. Перепутать имена, перепутать локации и порядок действий. Но общую картину я вам поведаю сегодня. Начнем. Маньхау. Простой человек. Самой большой его мечтой было разбогатеть, в результате чего он учится на чиновника и пытается пройти императорский экзамен о получении данного титула. Но с треском провалился уже второй раз. Сидя и думая о своей незавидной, бедной жизни, он слышит крики о помощи. Незатейливые ребятишки, лет 12, вроде там 13, точно не помню, решили походить около утеса и свалились. Да. Маньхау пытался им помочь. Но за его спиной появляется странная женщина, что главный герой называет бессмертной. Термин для обозначения мага. Запомните это так. Она берет его и других парней в охапку и улетает в непонятное место. Вот так и начинаются приключения Маньхау, которые тоже заимеют подобную силу. Дальше постараюсь вкратце изложить, так как хоть книга по объему и небольшая, там около 20 часов, но действий там просто упаси господь как много. И немного поясню термины по ходу сюжета. Итак, место, куда попал ГГ называется Секта Покровителя. Секта это что-то типа монашеских храмов, там где люди культивируют свою ману. Культивация это повышение силы своего духовного создания. Очень много терминологии. В общем, короче, постараюсь говорить своими словами, но от терминов тоже не смогу удержаться. Секта Покровителя. Ранее великое место под защитой могучего патриарха, что в свое время поставил весь южный предел, а именно огромный регион, в котором они сейчас находятся, на уши дав понять, что он здесь главный. Сейчас это загнивающее место. Учеников там мало, и приходится с родни Маньхау просто трасть людей в попытках найти золото в этой... в этом песке. Первые несколько лет парень был рабом своего рода, но он смог пробиться на первый этап пробуждения силы. Стадия конденсации цим. Всего их там 9, если я не ошибаюсь. После чего его повысили от раба до ученика внешней секты. И пошло-поехало. Там царил закон жуглей. А то есть, если не ты, то тебя. Грабежи, убийства и подобное. Ну, надо было адаптироваться. Игг это с горем пополам смог. И, пожалуй, я не буду вдаваться в подробности, как он повышал свою культивацию и подобное. И просто расскажу о его сближении с одной из учениц внешней секты. Чуицин. Охренеть, я, блядь, запомнила ее имя. Хотя могу и ошибиться. Это девушка, что как раз таки и привела его в секту. После оказания одной услуги, она не могла не ответить взаимностью и подарила ему пещеру бессмертного. Место, где можно впитывать в себя духовную энергию. Его репутация после этого случая взросла до небес. Ему позволили зайти в сокровищницу для того, чтобы взять один предмет для помощи себе. Походив там, пошарившись, он обратил свое внимание на ржавое и невзрачное бронзовое зеркало. Правда, могу ошибаться, может оно серебряное. После уговоров охранника он его взял. И это было самое лучшее решение в его жизни. Конечно же, ГГ первый, кто разгадал секрет этого таинственного зеркала. И его функции, ну, скажем так, специфичные. Ну, во-первых, оно может дублировать предметы. Ctrl-C, Ctrl-V. Но для этого нужно использовать духовные камни. А-ля камень, в котором содержится магия. Ну и второе. Оно взрывает жопы животных. Как хотите, думайте, но оно это делает. Я просто сама была в ступоре, когда об этом услышала. Но это достаточно весело описывается, если выбрать то, что это очень кроваво. Ладно, опустим эти моменты и перейду сразу к наследию Инлуна. Небесный дракон. Ввиду нового персонажа, и убогий, дайте мне способность запоминать такие термины на экзамене. Фантен Фэй. Я хуй знает, как его имя я запомнила. Он в последующих книгах появлялся только мельком, но я запомнила его имя. Короче, он избранный из великого клана, что пришел в это зараневающее место ради наследия. Но, как назло, ему не повезло родиться в один век с маньхау. ГГ как крыса просто свинтил его наследие. А то есть древний деревянный меч, сумку с дохульерным камней и, само собой, забрал он ядро дракона. После этого милашку Ванна так перекосаёбила, что он был готов рвать, метать, сметать все на своем пути. Обещаю убить когда-нибудь того, кто это сделал. Маньхау крыса, запомните это. После чего, после долгих раз за этого не им, им пришлось столкнуться в одном поединке. И ГГ отрубил нападавшему палец, унизив его и дав понять, что с этим человеком лучше не связываться. Вообще, этот поединок задумывался как вступление в ряды учеников внутренней секты. Ну, раз Ваньхау победил, он им стал. Если что, туда могли попасть лишь люди с конденсацией Ци на шестой ступени, если не б. Но там он знакомится с двумя другими учениками, с сестрой Сю и братом Чэнь. Вроде так, но его имя я точно не помню, потому что он появлялся еще реже, чем в Энденфейне. И опять попущу много, дабы не нудить, и перейду сразу к самому интересному в моем понимании. Эти три ученика отправились искать просвещение на месте, где был заточен их патриарх, который хотел добиться отечения души. Эти три ученика отправились искать просвещение на месте, где был не сказать, что похоронен, а самозахоронен патриарх, который хотел добиться отечения души и просто ушел от мира, закопался в землю и чуть ли не сдох. Это место, конечно, помогает получить благословение, только вот для этого было необходимо иметь при себе табличку с кровью патриарха. Конечно, их выдали нашим ученикам в наличии одной штуки, но наш же ГГ читер и он продублировал себе, сделав около сотни таких табличек. В общем, конечно, ГГ достиг просветления, но патриарху уже этого было мало, ему недостаточно духовной силы, которые дали эти три ребенка, и он в попытке их остановить дал им часть неправильного духовного трактата, который может в теории дать просветление. После долгих споров и преречений ученики секты покровителя забрали себе эту табличку, но, конечно, это не смогли утаить от трех великих сект, после чего они пришли на секту покровителя, чтобы отжать у них все сокровища. Три великие секта. Если я все правильно помню, то они назывались Секта Мороза, Секта Меча и Секта Черного Сида. Я могу очень сильно ошибаться, но вроде они как-то так. Вообще, они пришли камня на камне оставить, чтобы найти сокровища, а то есть этот трактат. Но поняв, что его у них нету, а точнее, я не помню, они просто в качестве компенсации за такой долгий полет решили забрать себе паученику. Когда отошла очередь до Маньхау, тут уже встрял патриарх-покровитель. Он рвал и металл, что его последнего наследника никто не смеет забирать. Отпугнув всех, он обещал ГГ несметные богатства, если он приведет ему кучу людей с большой культивацией, и дал на это ему всего год. Ну а че, ГГ алочный, так что он решил попытаться хотя бы. Я опять упущу много моментов, потому что там слишком большое количество информации, которые в основную вот эту вот сюжетную линию, не сказать, что вписываются, просто дают больше лора. Пару моментов надо уточнить. Маньхау посетил свой старый город, откуда его некогда забрала Севицин, и он понял, что больше не принадлежит миру смертных. Полетел дальше, 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 за ним погнались, конечно, он столько врагов себе нажил, и попал на гору сокровищ и кучу зверей, что его охраняют. А вы знаете, что может случиться с зверьями? Короче говоря, забрав сокровища, он оскорбил секту. Потом наткнулся на другую секту, оскорбил уже ее. Много драк, полетов, знакомств с духами озера и много чего еще. Я всего упоминать не буду, потому что это займет больше часа. Ну и вот пролетел год. Он с помощью их ухищрений смог убедить патриарха последовать за ним, но только отдача была очень большая. Ему пришлось съесть три пилюли с различным ядом, я не помню какие там точно, но одна содержала как раз таки вот эту запредельную лилию, чтобы они поверили ему. А вот они спускаются в эту пещеру, наполненную сокровищами до завала, но за заклинаниями, что не позволяют чужакам до них докоснуться. Кэгэ просто садится в угол и ждет, пока патриархи что-то решат там. Конечно, кто-то пытался поломать барьер, кто-то еще что-то. Ну, в общем, концом все действия является появление патриарха-покровителя. Никто не может сбежать, и он расправляется со всеми жестоким образом, забирая их жизненную силу, культивацию в маленькие масляные лампы. Ну так что, пришло время наградить нашего маленького козла Иуды. Одним духовным камнем. Что сказать? Вот тут УГГ полухнуло знатно. У него исчезло чувство самосохранения, самоконтроля, и Маньхао перестал выеживаться перед этим патриархом, прося лишь убрать из его тела яд. Он, конечно, однекивался, говорил, что, ну, сейчас у меня нет сил что-либо делать, ты подожди. А я пока возобновлю свою культивацию, вот тебе, блядь, камешек, иди с миром. Иди с миром. Маньхао у нас же супергений Мэри Сью, и он не станет терпеть себе такого обращения. И он обокрал его. Прямо на глазах у патриарха. После бойни барьеры, которые защищали сокровища, потрескались. И своим деревянным мечом ГГшка доломал их до такого состояния, что смог забрать дешечки. Самым важным, пожалуй, отмечу тотем заклинания демонов. Сильная вещь. Но им может воспользоваться лишь те, кто достиг тринадцатой ступени конденсации ЦИ. Но тут-то и проблема. Десятой по тринадцатую ступень невозможно достичь. Это идет в разрез с воли небес. И кто ее наружит, тот не сможет более полагаться на небеса и будет ловить их гнев. Наш ГГ не промах. Если и у него есть решимость мстить, он решил идти до конца. И выкрасть ту жизненную силу, которой патриарх спиздил у наших других мастеров. Вы бы слышали, как патриарх пытался его уговорить. Торговался. Оскорблял. Но это все было бестолку. Можно было только позавидовать такому спокойному и решительному плану, как у Маньхау. Спиздить, блядь, духовную энергию у человека, что, блядь, просто нереально сильный. Я не могу даже описать, насколько. Ну что, он достиг тринадцатой ступени и гордо вышел из обители. Но не тут-то было. Уменьшение патриархов заметили остальные кланы. И пришли спросить, что, блядь, происходит. Чуваки посильнее будут. Они чуть не убили главного героя, но одним из ударов они раскололи место, где спал патриарх. Тем самым освободив его. Да. Ну а что было дальше, я оставлю в тайне. Надо держать хоть какой-то секрет. Дабы вы сами прочли это незабываемое чудо. Я могла много чего упустить. Например, я не рассказала о толстяке соседей Маньхау в тот момент, когда они были рабами. Описание самих структур секты. И о том, как сам Маньхау менялся и развивался. Я постаралась сделать все кратенько. Я могла много чего упустить. Например, я не рассказала о толстяке соседей Маньхау в тот момент, когда они были рабами. Описание самих структур секты. И о том, как сам Маньхау менялся и развивался. Я постаралась сделать все кратенько. Но я уже полчаса это все записываю. Если вам такое понравилось, то я могу рассказать либо смешные моменты из первой книги, что я запомнила. Ну или продолжить эпопею пересказов. Я когда третью книгу дослушала, решила посмотреть, сколько же их там. И, честно говоря, была в небольшом смятении, шоке и радости. Десять книг! Да, раз я решила, то дослушаю весь цикл до конца. Ладно.